я снова очень сильно опаздываю непонятно что на голове так вот выглядит наш кабинет класс доска место в котором я занимаюсь французским находится в самой настоящей петербургской квартире даже в туалетах здесь находится душевая кстати я уже заканчиваю уровень а1 и через пару занятий начинают следующий этап есть такой замечательный балкончик под которым меня уже поджидает муж хорошо Чирс! Нет печенья больше. Сейчас перенесет, я буду. Там было много, я видела. Сегодня мы забронировали с Ваней столик в ресторане. Это называется Льям. Это какое-то классное место, в котором будут все-таки разные сети. 8 блюд должно быть. Поэтому мы сегодня просто перекусили в обед. И вечером мы уже пойдем в ресторан. Тебе нравится жить в Петербурге? Да, прекрасно. Где лучше, в Москве или в Питере? В Новосибирске. Все, через час у нас забронирована ресторация. Что такое новая идея? Так, мы подходим к ресторану. Будем все снимать, показывать. Если Ваня, конечно, не против. Я не против. Просто надо подчеркнуть, что этот ресторан на мой день рождения был подарен. Но мы наконец-то это прелесть для него. Да, Ваню подарили коллеги на день рождения. Целый ресторан. Но нет. Получается вот такой вот сет. И вот такой. И здесь все включено. И нужно выбрать горячее между кроликом и сигом. Вот. Вкуски. Острица. Острица. Соложенная. Соус белый или виноват. Я ведь пока, да? Спасибо. Пожалуйста, плей. Там острица, да? Ну, в магазине из нее. Прикольно. Как тебе? Необычная. Мороженое. Лайк? Да. Что вкуснее? Вот этот. Нет вкуснее? Краб, томат, соус гаммана и батага. Пожалуйста. Надо освежить рецепторы. У меня из-за того, что половина еды осталась в брекетах, сейчас все смешается. Хотела сказать, что не хватает насыщенности соуса, а с другой стороны он бы перебивал вкус краба. Да. Как тебе? Очень вкусно. Очень вкусно. Больше всего понравилось? На уровне. На уровне. На уровне мороженого и зубки все? Нет, на уровне картера. Как прогуляемся еще или домой поелим? Посмотрим настроение. Но гулять я точно не хочу. А что так доезжать? За шелух из этих. То есть еще на три блюда ты не рассчитываешь? Нет. Может горячее будет какой-то побольше. Нет, у меня нет претензий. Я понимаю концепцию. Очень-очень много. Это очень прикольно. Но просто есть-то все равно ухода. Скоро, что ухода нет. Это же прикольно попробовать много разных. Да. Ой, мне кажется, я уже наелась. Хорошо. А? Нароженое было не очень. Не понравилось? Да. Ты же сказала, что понравилось. Ну, оно такое интересненькое, но все остальное сильно лучше. Русские ночи, да? Спасибо. Такая малютка. Инджиро очень вкусно. Ты наелся? Да. А, у нас же еще конфеты. Ну, я не... Конфеты в стиле. Спасибо. Последнее блюдо на сегодня. Это дым из бити. Казалось намного меньше, чем я ожидала. Ну, как себе? Офигенно. Просто очень хорошее место. Восхитительно. Восхитительно. Вот все вот так постоянно ходят и в окна заглядывают. Нам даже какая-нибудь девочка прошла пожелал. Приятного аппетита. Все, наша трапеза завершена. Мы довольные, сытые. Нас заперли. Да? Да. Серьезно? Нас заперли. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, дорогой. Привет. Где девочка, Романа? Хорошо. Какое блюдо тебе больше всего понравилось? Кролик. Кролик? Ось, чайка, смотри, на одном месте летает. Мой любимый цвет зеленый. Смотри. Вот. Потом мне понравилась очень конфета и лавандовое мороженое. и тартар. Короче, как у тебя, только вдруг и последователь. Немножко. Я даже не знаю, что больше. Лавандовое мороженое или конфета? Конфета. Ну, мороженое было такое поинтереснее вкусам. Мне кажется. Что надо? Спасибо. Шатей декор. Нет, спасибо. И сын там разбитого. Нормально. Что это? Это надо. Ну, ты скажи, что это. Так, давайте с вами откроем посылочку с адресом Силоснатолю. Это вот поднос. В общем, это поднос просто для декора. Сюда можно поставить что угодно. Свечи, парфюм, какой-нибудь диффузор, например. Сейчас мы это с вами сделаем. Смотрится гораздо аккуратнее, мне кажется. Сразу такой выделенный уголочек видно. Очень красиво, сыношки. Правда? Да. Итак, сейчас я хочу домонтировать видео, которое я начала монтировать вчера. Это видео про плюсы работы бортповодником. И это было первое видео, которое я монтировала на компьютере. Я его вчера закончила нарезать. И сейчас буду вставлять всякие там тексты, звуки, музычку. Так, я смонтировала видео, время уже почти 11 часов вечера. И также сегодня мне пришел небольшой заказ из золотого яблока. Я заказала средства для волос от TG. И еще заказала сиси-крем от Reborian. Сиси-крем заказала маленький, чтобы попробовать, посмотреть, подходит он мне или нет. Но это все также будет в распаковке золотого яблока, распаковке или просто обзор покупок. У нас новый день. Сегодня мы едем на эктропу, на который мы доехали в прошлые выходные. Такие вот у нас руки. Итак, у нас час езды впереди. Поэтому Ваня сейчас пошел за машиной. И я в магазин купить воды и какие-нибудь снеги что-ли взять. Немного непонятная ситуация. Мы остановились, остановили машину, припарковали там, где нельзя прокрываться. А сейчас... Не, можно это? Можно? Там же знак. Мы же заехали, мы же не мошенниками. Выезжала машина, которая проверяет парковки. И сейчас мы идем по какой-то дороге непонятной. Державность 3,5 километра. Это на час неуспешно ходу. Вот это начало дороги. Я бы даже не заметила, если честно. Ну пошли. Как свежо. Не то, что в городе. Да? Да. Кайф. Березки русские. Тань, ну нет. Ну ты видишь? Давай я, я аккуратненько. Я люблю приключения. Ну а ты боялся, это же элементарно. Тут есть дорожка дальше. Ты уверена, что там можно наступать? Тань, мы все-таки на болоте находимся. Я тебе дам секс. Того же болота. Теряю корни. Это что такое? Это есть на группу корня? Ага. Не знаю такое. Снимем сейчас вам красивые кадры. Угу. Красиво? Угу. Первый раз запускаем дрон. С красивым видом. Да мы. Подлетаем. Заходим на посадку. Стружно. Ух. Итак, проблема. Мы потеряли тропу. Точнее, видимо, я просто закончила, если мы это не заметили. Но тут есть табличка. Ну все. Мы заблудились. Тут какая-то недотропа. Или что это? Пойдем там. Пойдем там. Пойдем. Пойдем. Ты думаешь, туда не надо? Тупик. Ну? Тупик. Тупик. Вон там перекрыто деревом. Возвращаемся. Глеб. Растения. Растения. Хищники. Вот это само болото. Вот. Вот тут запусти, Ваня. Вот тут запусти. Вообще, кстати, людей нет никого. Что ты тоже хочешь? Говорю, тут запусти. Да, 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 сейчас чуть подальше пойдем. Подальше? По серединке. Как тебе? Ой, смотри, лавка. Даже тут ее видно. Ну, мы не так далеко от него. Полчаса, да? Подожди, час езди. Нет, час у нас вся дорога заняла. Ну, как красиво вообще. Самое главное, что все на нас смотрят. Дорога заканчивается. Суровые правды, актеры не говорят. Мы зашли в один из тупиков. В один тупик, точнее, да? Здесь один-единственный. Это называется северный выход. Только где здесь выход, непонятно. Прямо болото. То есть сюда даже наступает, на самом деле, авиапаса, потому что можно провалить. Растение верхового болота. Очень интересное. Все, мы уже подходим к тому месту, откуда мы начали. Очень надеемся, что нас не сфотографировали с неправильной парковкой, да? Да, и с дроном. Приехали тупо закон понарушать. Я это вижу. Что-то где-то купается. Чтобы вы понимали, вот туда уже заехать нельзя, за шлагбаум. И вот здесь мы приборковались. Очень повезло. С местом. Ой, как все нагрелось. В общем, если вы соберете сюда, езжайте с утра, потому что сейчас намного больше людей. Наконец-то в нашем перекрестке привезли помэла. Он тут очень редко бывает. Посмотрите просто на этого человека счастливого. Субтитры сделал DimaTorzok